30 июля госсоветом Крыма в первом чтении был принят законопроект о регулировании вопросов, связанных с самовольными занятиями земельной территории Республики Крым. Ознакомившись с содержанием данного законопроекта, мы, участники поляно-протеста, увидели ряд положений, в которых простым жителям Крыма усложняется возможность получения участков для строительства индивидуального жилья бесплатно, оставляя возможность его приобретения только через аукцион. Есть еще одна проблема, тоже одна из основных, это проблема обновления документов. К сожалению, еще не все участники поляно-протеста получили паспорт гражданинам Российской Федерации. Каким образом решать вопрос о наделении земли наших соотечественников, живущих в Шерсонской области и Запорожской области, являющимися гражданами Украины, непонятно. Нет ни электричества, ни воды. Это очень актуальная проблема, так как на поляно-протестах проживает большое количество людей. Есть маленькие дети, которые требуют элементарного условия проживания. Особенно остро стоит вопрос зимой, когда жилье нужно обогреть, когда сложно с оказанием медицинской помощи. Ввиду отсутствия дорог возникают проблемы с приездом скорой помощи. Нет даже дорог, адреса. Людям, живущим без нормальных условий, в это еще и правоохранители добавляют проблемы. Создают нервозность у людей и пугают женщин и детей, действуя методами 44-го года. По решению земельного опроса, используя опыт прошлой власти в сфере наделения земли участникам поляно-процесса, власти не видят и не слышат общественности. Основная угроза, проблема для участников поляно-процесса – это очередной законопроект, который они были. В средстве которых 80% участников поляно-процесса землю не получат.